кесарева вот то есть это очень больно мне все это предупредили это все прохожу вот я пока вам ухожу у нас там лекции первые первый месяц жизни и там после родовое все и как папе надо к маме относиться то есть там муж для этого ходил потому что у него хоть и был жизненный опыт кесарева не было да поэтому я очень я очень попросила сашу внимательно послушать потому что он ну для для меня это вообще впервые а у него как бы тоже ответственность будет потому что мне где-то нельзя ребенка наклоняться брать то есть мне он взял положил мне на руки чтоб я покормила там есть свои какие-то нюансы первое время и нужно беречь жену вот так благодаря вам я нашла эти екатерину лечилась она чудо вот это доктор екатерина александровна которая помогла и мне забеременеть вот девушка пишет я очень рада когда пусть что я чем-то полезно стало для вас потому что мне хочется не просто лясо точить с вами да и там о чем-то непонятным разговаривать там мне хочется чтобы быть быть полезным максимально в этом направлении потому что для меня это победа тоже когда у девушки долго не получалось и тут она обратилась к этому врачу она реально вот я не знаю что это за человек у нее просто приходят люди на работу устраиваться не сразу беременеет не то что мы до пациенты даже люди которые вообще не собирались как бы рожать просто пришли устроиться на работу вот как-то вот такая на богом помазанный человек так 22 02 22 хорошая дата вы знаете я обращалась к нумерологу и хотела узнать прошу саша тоже безумно понравилась эта дата вот она не очень 23 февраля уже нормально но я до такого времени не дотяну к сожалению так как хорошо что ребенок родится на море погодка солнышко фрукты да девочки сто процентов так ума привет кем работали в москве таким и только не работал на большинстве в основном я инвестировала в недвижимость и риэлтором я работала казино работала я в основном моя профессия это инвестиции в недвижимость вы снимаете дом у нас не дома у нас квартира так ксюши не полу и так не получилось потому что энергии другое русло направила не поняла она будет очень красиво доченька вы имеете ввиду наверно рожать больнее первые шаги после кессерова первые два дня потом лучше все будет но я понимаю мне кстати даже сегодня сказали что обезболивающее лучше принимать ну как бы там первые первые сутки ты не кормишь грудью ребенка поэтому лучше обезболивать и расхаживаться через боль расходиться очень тяжело я брала так 4 700 сын и носила а вот это такой был бутузик 4 700 фигеть мы тоже в сочинском рожали но более более не хочу там столько народу капец на самом деле очень много дороженец да здесь такая атмосфера здесь такое место тут город мамочек здесь все плодятся на самом деле ну а чего погода позволяет настроение позволяет здесь такой город семейный знаете как увидишь боль от шва уже уйдет на второй план ой девочки мне кажется я рыдать буду страшное дело я после выписки полы мыла и убиралась нет все это конечно можно но спайки никто не отменял а я хочу еще одного ребенка мне не нужно чтобы у меня спайки были на матке и нужно раз работать со швом растирать его хорошенечко чтобы он был мягенький хорошенький не зарубцовался то есть надо себя чуть-чуть пожалеть потому что никто не думаем мы и вот я например боль так притуплю притуплена понимаю я могу тоже и закатить рукава и поубираться все на свете но это не факт что все хорошо потому что у нас еще органы не стали на место они становятся около двух месяцев вот животик то есть у нас 9 месяцев пресс не работал животик еще вообще просто как жилье поэтому нужно себя немножко пожалеть особенно после кс очень красивая пара представляю какая лапуля будет уходит не знаю у меня трижды кейсерова сечение не было показаний для первого кейсерова это было мое желание рожать именно так ничего страшного это ваш выбор на самом деле очень много девушек которые изначально хотят именно так ну кто-то хочет именно почему чтобы не рваться внутри там до чтобы остаться все такой же юной девой на всю жизнь потом но это я так просто до физиологически вот они хотят остаться вот такой вот у хотя это все возвращается на круги своя не надо переживать есть специальные дыхательные практики которые позвали позволяют вам эту мышцу накачать поэтому нет нет никаких таких моментов доктор находится в сочи екатерина александровна может вам помочь смотрите она принимает дистанционно но ее техника наращивание эндометрия вам надо будет приехать сюда побыть здесь 10 дней она вас подготовит перекрестит и отправит во своясь и вот искали будет вас мониторить скажет напишешь мне когда будет две полоски две полоски могут прийти во в первый же месяц а может через два месяца прийти потому что эндометрия после вот этой процедуры с каждым месяцем все больше и больше нарастает становится ваша маточка пушистая и очень хорошее кровообращение улучшается там вот потому что там идет как ожог сначала она делает лазером ну короче там целая процент целая терапия вот она ведет и беременность даже дистанционно может вести я правда не знаю есть кто здесь сочи она делает все анализы ведет девчонок вот она меня вела всю беременность я с екатериной связалась просила про мэна анализы отправить и на этом все больше я не слышал она вам звонить не будет стоп подождите и ребенок нужен вам вам но вы отправили ей анализы и дальше что она должна вам звонить вы звоните и говорите ну поверьте человек очень заняна до 10 вечера на работе вы звоните говорите екатерина александровна вы проверили мои анализы что-то до сдать нет то есть напоминайте о себе у нее прием не бесплатный она не бесплатно берет ваши все анализы и потом сидит дебет скребетом складывают у нее платный прием в этот прием входит все ваши анализы разбор что у вас происходит и она понимает поможет она вам помочь или нет вот вот такие вот ситуации потому что я сейчас объясню без обид очень много девушек которые такие так у меня вот есть вот такие вот анализы а можно больше ничего не буду сдавать потому что ну как бы дорого она горит подождите мне нужен ребенок или вам я вам говорю надо сдать то 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 чтобы она поняла какая цепочка выстраивается как вас лечить знаете есть смысл или нет чтобы понимали у нее даже девушка забеременела без прохождения труп я не знаю что это такое как так можно было за стенка что ли они прошли сперматозоиды ну короче есть чудеса какие-то происходят у нее так да и обезболивающий обязательно бандаж вот я не знаю бандаж не нужен в роддом или после роддома вот этот вот момент надо уточнить я тоже всех рада видеть слышу добрый вечер вам ксюша встреча наша с дочи пройдет на высшие уровни я мама четверых детей рожала правда сама но по огромной любви и все прошло и идет просто замечательно и живет все так и живет и все быстро так ничего не поняла бы я поняла что вас четверо детей по огромной любви круто ксюша подскажи вы маму забрали насовсем до маму я забрала насовсем вообще вот его наверно не подписывались на меня тогда я рассказывал что мы поехали продавали дом продали дом купили здесь квартиру чтобы мама жила рядом со мной потому что я в москве может и буду но жить я хочу сочи и здесь и тоже комфортно прекрасный климат для женщины в возрасте пошла чай покормила возле морешка там потусила подышала йодиком вот тебе и прекрасное настроение до мама будет жить здесь нами но он не с нами на рядышком на постоянке мне ставили 15 родила 21 переноса за неделю до родов ну я даже не знаю вот знаете два и двоякое состояние ждать просто ходить и ждать когда она там перевернется не перевернется но уже у меня слабо двигается уже притаилась девочки причем раньше выходят чем мальчики это тоже факт друзья родные будут на выписке я не знаю друзья все мои в москве ну здесь есть кто-то конечно приедут наверно так ксюша когда вы сказали о беременности родителям и родственникам как так тревожно вы знаете я не знаю мужу я вообще как бы сказала сами походу у нас там все получилось я не поверила сама я даже не хотела смотреть на тест потому что мне казалось что это обман какой-то вот ну и маме я сказал да ну если честно сильно я не открывалась только подписчики все подписчики просто узнали и все через какое-то время девочки я не буду повторять почему кесарева потому что показания такие так всем здравствуйте кто присоединился а у вас через сколько пришли две полоски у меня через два месяца первый месяц мы профит к ли вообще как-то ну отпустили ситуацию и начали заниматься делами а второй месяц да вот так вот получилось вот такое счастье получилось это она она дает направление на это она подготавливает как а послушайте это тоже нужно наращивать эндометрии и не слушайте никого когда вам говорят вот идите сразу на это и все не приживется потому что если маточка у вас не сосудистая и нету вот этого эндометрия пушочка вот этого ну как закопается ребеночек а за эко уже заплатили понимаете не вы то государство здесь есть хитрости поэтому надо в любом случае делать вот эту процедуру овуляция была своя да слава богу спасибо большое катя бог да но это сильно это сильно сказано но она классная реально так я осмелилась и написать и она мне таки крутые рекомендации дала вот видите готова приехать на водород в сочи бандаж в роддом обязательно вот сейчас буду подбирать на самом деле те которые мне нужны которые мне подходят чтобы фиксировать и таз и ребра верху вот здесь вот и талию таких уже нет или ждать долго да они видимо разбираются не рискую ксюша так не правда выходите не выходят девочки раньше но все по-разному ксюша такая бояшка сашить так повезло спасибо большое сашка сашка выпендривается ксюша повезло не знаю ведь он не догоняет какое золото рядом я сына родила в 38 недель дочка в 42 42 недели ходили это вторые роды блин хотя вторые роды вообще как бы пораньше там все просятся так и когда роды начались оба сидели до конца на попе а когда начались роды перевернулись у меня просто знаете как у меня еще обвитие на шейке у дочери и были моменты когда она пыталась перевернуться я прям чувствовала возможно обвитие не дало я не знаю но я не хочу рисковать девочки правда я 37 лет ждала это чудо и чтобы я там как-то рисковал сашка убежал да лялечка сейчас папа придет спасибо большое за комплименты ксюша милая такое счастье детки быть мамой все желаю быть счастливыми девочки я вам тоже клянусь все женщины которые мечтают о детях и мечта и я вам желаю чтобы у вас этой мечты сбылись потому что вот эти девять месяцев у меня пролетели на каком-то таком счастье на таком подъеме я настолько ждала видимо этот процесс эту это счастье вообще что я каждый день даже когда мне было не совсем хорошо и было очень жарко я говорила господи спасибо тебе большое что у меня бьет сердечко вот это прекрасное чувство я конечно не знаю что такое мама я наверно у меня вообще в мир перевернется но это что-то чем-то это прекрасно вот такую беременность как я проходила это потому что я подготовилась я бы еще пошла походила бы поверьте так вот чудесная семья ксюшенька обожаю берегите друг друга спасибо большое две девочки родились раньше срока четыре недели две недели сейчас жду сына о боже я тоже хочу за сыночком сходить годика через два германия здравствуйте всем всем привет кто присоединяется под ребро залазит она дышать тяжело сердце прям аж для малышки да вроде бы все ну вот кроватка должна прийти на днях колясочка есть крова . не факт что она понадобится сразу но ползуночки там одеялки все это есть конечно вот я очень хочу кормить грудью я исключительно хочу быть на гвм потому что для меня это важный момент хотя бы хотя бы полгода как минимум откормить хочется это здорово мамуля когда говорит ребенок даже сердце переворачивается о божечки когда стал виден животик животик наверно стал виден уже на девятой неделе и вас тоже всех обожаю были тренировочные схватки сегодня днем и ночью были уже уже пришли конкретно были знаете когда первый раз в двадцать семь недель что мне так тонус был наверное мне показалось что это тренировочные схватки сейчас я понимаю что такое тренировочные схватки у меня все четверо с обитием переворачивали за неделю а последний прям перед родами если нет противопоказания ходите пока сама не попросятся кисарева и так сделаю даже если контакт контакт народа саша красотки девочки получать будем ждать ваш блог с малышкой девочки на самом деле обидеть и одно на самом деле помимо блог с дочерью я хочу я вот почему до поднимаю эту тему постоянно это не просто там я не не пытаюсь прорекламировать врача я просто знаю что это такое когда ты прошел все круги ада прошел очень много врачей они взяли очень много денег но ничего не получилось и не то что врачи плохие просто неправильный подход был и где-то сделали ошибку или я или они вот не докопались до истины что не так когда у меня замирали замирал замирал малыш мне говорили ну ничего ну так ну не вне судьба не получилось придешь через полгода а время тикало а это еще морально очень тяжело когда ты настраиваешься когда это вот этот все первый триместр у тебя заканчивается и все заканчивается я просто больше вам скажу я первый триместр чуть ли не каждые два-три дня делала узи переживал потому что она очень была спокойная не чувствовала беременность абсолютно не было не токсикоза ним ничего такого вот и поэтому в общем я хочу вам посоветовать не ждать долго не тратить свое время как у меня в 37 лет только первый ребенок появляются вот а искать врачей хороших нет малышку конечно же я не покажу только через месяц первый месяц извините это для меня очень сокровенно благодаря благодаря вам у меня появилась надежда вы что конечно девочки во первых смотрите сейчас объясню мне всегда говорили сделай икон сделай икон я говорю зачем беременею же я спокойно спокойно что-то происходит не так а что происходит не так нет питания не было питания в эндометрии когда ребеночек развивается развивается кровотока крово кровотока хорошего нет в эндометрии из-за этого замирал малыш но мне никто об этом не говорил мне никто не готовил к беременности понимаете кроме гормона внутрь я пыталась там подготовиться но гормонами гормональная терапия это все не то может у кого-то получается мне нет с девочками токсикоза 0 с сыном сейчас пять недель и по сей день 34 недель ого с машей отношения улов так с машей отношения улучшились после того как он вернулся почему-то сколько стоит снять жилье я не знаю я не снимаю жилье и не занимаюсь съемом пусть вашей жизни будет только солнечные дни пусть вас окружают доброе счастье спасибо вам большое мои друзья я ценю каждого из вас человека за ваши теплые теплые отношения ко мне я хочу обнять весь мир правда и поделиться своим своими лучиками солнца внутренними правда своими своим каким-то опытом чтобы может быть я кому-то знаете протяну руку а у вас нет у вас эндометрии хорошей овуляции нет вот овуляцию надо у меня на стимулировать гормонально вас вообще нету до овуляции но это надо разбираться легких родов спасибо ксюша здоровья вам и вашей будущей принцессы вы очень лучезарная добрая открытая с удовольствием вас всегда слушаю удачи вам вашей семье спасибо большое нет девочки это у меня фильтр спасибо огромное милые мои друзья я не буду сохранять эфир потому что он наполовину тот эфир у меня порвался я заново входила я вам просто скажу что я выставлю на днях этот самый как он называется рекламку просто екатерины и подпишу доктор рядом она называется ее аккаунт доктор рядом вот возможно она как будто из вас поможет стать мамочкой ну и папочка конечно вот вы мой возьмите в мотиватор девочки я знаю что это такое просто еще не сказали когда кесарева но завтра я поеду планово к врачу хоть и не знаю зачем не ехать к участковому если у меня уже все договорено на послезавтра у меня тоже была одна беременность замершаем только через полгода смогла забеременеться ночкам годик вот исполнился ну вот я так рада что саша наконец-то нашел прекрасную девушку ксюша вы супер спасибо большое ксюша легких родов скоро встречи спасибо спасибо вам большое за прекрасный эфир я вас всех люблю буду вот пока не в роддоме выйду буду выходить к вам ну а потом уже после роддома не знаю сколько придется мне там полежать может быть даже вещать оттуда буду кстати хочу вас предупредить после того когда мы выпишемся мы в честь нашей дочери проведем раздачу подарков надо будет просто быть активными и все почаще делать эфир хорошо с удовольствием не волнуйтесь смотрите вот его девушка пишет мне это